Сегодня мы с вами рассмотрим такое чудо китайского и автопрома китайской промышленности. Это телескоп. Телескоп модель F960. Проверяем объектив, главное чтобы был целый. Приступим к сборке треноги сначала. Вот тренога наша собрана. Телескоп располагаем на нижнюю часть ласточкиного хвоста. Плюс здесь есть крепление для фиксатора, а здесь барашек для фиксатора, чтобы они были с одной стороны. Сам телескоп к хвосту крепится с барашками побольше. Фиксатор, не знаю как он правильно называется. Здесь такое ушко тоже оно выкручивается и вообще дровая галка такая. Сюда мы вставляем, пока мы затягиваем барашек, просто вставляем, а здесь с этой стороны крепим болток телескопа. Для этого вот этот болт надо затянуть покрепче. Для этого китайцев положили такую вот супер отвертку. И уже непосредственно когда мы поднимаем телескоп, фиксатор выдвигается больше и уходит дальше. Найдя наш объект, мы можем закрепить барашком и уже телескоп никуда не двигается. Потом крепим наш видоискатель. Видоискатель это такой маленький телескопчик. Для чего? Чтобы вы перед тем как смотреть уже монокуляр, сначала видоискатель наши объекты, которые хотите посмотреть. Потому что если смотреть сразу монокуляр, сдвигая телескоп даже на миллиметр, вы представляете, что вы изменяете свой угол обзора на сотни километров. Все, наш телескоп готов. Использование. Также отдельно еще вы можете приобрести такую вот походную сумку. На тот случай, если вы хотите где-нибудь в походе, понаблюдать за звездами. Здесь вот на липучках специально все, чтобы закрепить треногу и закрепить сам телескоп. Шлейка даже есть. Для более такой удобной транспортировки, чтобы не в коробке носить. Ну сумка подается отдельно. И можно также, не знаю, чертежи носить еще. Табличка, где написаны наши три монокуляра. Двадцатка, двенадцать с половиной миллиметров и четверочка. То есть, если просто будем использовать, например, нашу четверочку, получим увеличение 225 раз. Вот. Если с полуторакратной линзой, то увеличение будет 338 раз. И если с трехкратной линзой Барлоу, тогда 675 раз. Ну, будет ли там что-то видно или будет расплощатое изображение, мы с вами увидим. Ну вот, мы вышли на улицу. Еще не стемнело у нас, но луну уже видно. Вот это у нас самая маленькая линза. Зато изображение самое отчетливое, не такое расплывчатое. А это, друзья, увеличение 338 раз. Это линза двенадцатка с трехкратной линзой Барлоу. Тоже неплохо видно. Сложно телефону сфокусировать. Видно, как луна медленно уходит. С нашего поля зрения очень сложно снимать на телефон. Поэтому немного расплывчато, потому что камера в телефоне все-таки не очень качественная. вот, друзья, наше максимальное увеличение 675 раз. только когда установил телефон еще на один штатив, тогда смог нормально снять, потому что невозможно в руках держать и снимать. Телефон постоянно дергается. Луна медленно проплывает. соображение немного размыто, потому что телефон не может поймать фокус. на один штатив с фокусом. установлен окуляр 4 миллиметра sr4 плюс трехкратная линза барлоу в итоге получается увеличение в 675 раз зрелище я вам хочу сказать просто потрясающе очень хорошо все видно хотя вы сами можете в этом убедиться так что 675 кратное увеличение здесь есть